здорово народ с вами коди и как ваши дела как вы уже поняли сегодня будем говорить про настройку микрофона и что сделать чтобы ваш звук был чистенький и везде звучал одинаково но перед тем как начнем не забудь на канал подписаться лайк поставь этому видео залетай на стримы на твиче но и залетая также в telegram чтобы быть в курсе новостей стриминга игр и всего вот это прочего вот и первое с чего бы я хотел начать это наверно программное обеспечение потому что многие настраивая ваш звук в обае имеют обработанный звук только у себя на стриме но хотелось бы чтобы еще звук был хороший в дискорде и у других на стримах если вы вдруг с кем-то играете и вместе стримите чтобы звук короче ваш был везде одинаковый так вот если вы задумываетесь о каком-то приобретении девайсов каких-то там в fxlr go xlr прочь какие-то девайсов то можете посмотреть вот это вот видео где я объяснял что можно было бы взять но допустим у вас уже есть usb микрофон либо у вас есть xlr микрофон но он подключен к обычному аудио интерфейсу где можно просто настроить гейт в нем нету никаких фильтров никаких эффектов допустим такой вариант у нас то что можно с этим сделать чтобы не настраивать просто ваш микрофон в бс и можно использовать какие-то сторонние приложения их принципе не так много самые такие можно сказать не популярные а актуальные это допустим у нас есть 8 метр банана они недавно сделали приложение стрим view где также по сути можно поделить все по каналам настроить все фильтры это все но мне в общем 8 метр не очень нравится но есть люди кто с ним работает и говорят что это лучшее приложение ну то есть люди все разные вот я бы скорее всего посоветовала скачать от steel series это сценар который в целом делает то же самое вы также можете поделить дорожки то есть разные звук на разную дорожку также вы можете на свои наушники врубить пресет звука чтобы лучше слышать шаги в играх но и также вы можете с помощью этих же фильтров обработать твой микрофон и получить хороший звук и на стриме у себя и на стриме у друга и в самом бс допустим с этим мы разобрались я буду рассказывать про все плагины которые я использую как я их настраиваю на примере ввэйв акселяра это приложение вейвлинка но принцип одинаковый будет в принципе везде куда можно запихнуть в ст плагины я буду все показывать на примере своих любимых плагинов это фаб фильтр вы можете использовать по сути любые плагины какие хотите потому что все плагины работают плюс-минус одинаково только выглядят визуально по-разному второе немаловажность чего бы хотел продолжить это правильное расположение плагинов потому что многие пихают плагины не по порядку в разброс и не знают зачем они нужны и в итоге получает пережатый звук плагины должны примерно состоять из того что сначала вы обрезаете лишний шум потом вы убираете сам звук микрофона вот это тут шипящий после этого вы накидываете компрессор потом эквалайзер потом dsr если нужно лимитер и прочие прочие плагины то есть плагины должны выполнять по порядку своих функций думаю с этим мы разобрались теперь идем дальше отключаем все плагины и будем настраивать все по порядку одеваем наушники раз два три все я себя слышу и первым делом когда я покупаю новый микрофон новое оборудование что-то еще как происходит настройка то есть допустим я купил себе вот новый микрофон все подключил всем не нужно это дело настрой первым делом я захожу windows параметры звука опускай самый низ ищу дополнительно и просто проверяю как этот микрофон работает что он вообще может так где он вот он микрофон или гата море уровне здесь сто процентов но для моего микрофона в данный момент это работает правильно когда я делал обзор на микрофон фи файн у избишь на микрофон я здесь стоял 75 то есть вы должны опять же нажать прослушать вы выбрать свои наушники и послушать чтобы был минимальный шум вот на фи файне это было 75 допустим с этим все понятно допустим это сделали теперь что делаю дальше первым делом я хочу отсечь все лишние звуки которые там вентиляторы не знаю там что-то ты там мешаешь ложкой стучишь клавиатурой то есть все вот это я хочу убрать для этого что я делаю первым делом я накладываю гейт плюсик по фильтр динамик и вот он и как эта штука работает тут все в принципе очень просто то что мы видим светлые области да это то что микрофон захватывает темные области там сзади это то что микрофон отсекает то есть плагин отсекает в микрофоне для этого мы просто ставим 0 клацаем клавиатуру и слушаем и смотрим на график то есть примерно минус 30 поднимаем нашу центральную эту точку до минус 30 примерно где-то у так вот можно здесь принципе смотреть минус 30 минус 28 минус 29 примерно так вот оставим вот все теперь когда я говорю и клад свою клавиатуру это в принципе может быть слышно но когда я буду молчать то есть местами все-таки проскакивает но это нормально это нормально но я хочу чтобы было чуть побольше но опять же чтобы эта штука меня сильно не срезала для этого я могу рейшу поднять и потом рейдж сделать таким что появилась такая вот полосочка и здесь вот поиграть с ней чтобы когда я буду что-то делать чтобы звук не так резко схлопывались ворота чтоб он был более мягкий здесь я бы сделал бы примерно наверное это в районе 7 вот так чтобы она была более такая а здесь я бы сделал бы примерно не знаю 27 28 чуть-чуть просто прибавил теперь когда будут печатать теперь мы можем видеть по графику что это все у нас убрано и по сути шума клавиатуры нету второе что я делаю это убираю шипящий звук микрофона такой то есть есть разные в оба если есть шумоподавление есть всякие но из-за шуб с упрешены всякие которые обрезают шумы но я использую wave link допустим да и здесь я могу что правильно добавить эльгата добавить но и просто 1 нажатием кнопки вот у есть шум тут его нету а в сути вот и все теперь на звук более чистый не захватывается ничего лишнего шума микрофона нету теперь вроде звук чистый но хочется сделать его более ярким для этого что делать правильно компрессор эквалайзер первым накладывается компрессор динамик у фаб фильтра вот наш компрессор в двух словах для тех кто не понимает зачем нужен компрессор компрессор делает громкие звуки тихими тихие чуть-чуть громче то есть примерно выравнивает звук чтобы когда вы будете разговаривать очень громко чтобы не было клиппинга слишком вот этих вот резких звуков он примерно сжимает все в один диапазон как это выставляется то есть если вы посмотрите любое видео которое есть в интернете про настройку компрессора вы примерно увидите что компрессор threshold настраивается от минус 15 до минус 20 рейша либо 3 к одному либо 4 к одному атака примерно 0 25 от минимально до пяти а релиз 150 200 вот и здесь вы должны быть им в этом диапазоне примерно себя подобрать то есть я себе обычно ставлю минус 16 рейша составляю 4 к одному атаку я ставлю 5 а релиз и ставлю 150 то есть это вот мои настройки еще с гоукселяра вейфлинг и прочих других микрофонов я просто нашел для себя вот это вот мне вот эта вот штука нравится что дальше с этим делать когда я говорю вы можете видеть красную линию это то что она сжимает по сути я говорю примерно ближе к нулю но треш холод и вся штука сжимает меня до минус 8 вот это вот сжатие должно быть от минус 5 до минус 8 в данный момент у меня примерно в районе минус 7 минус 8 поэтому меня это устраивает вполне но опять же за того что вы сжимаете свой голос то есть компрессором он может стать тихим поэтому я бы порекомендовал кто смотрит по делениям и такой понимает ну я бы хотел чуть громче для этого есть гейн это как бы кто-то называть его мейкапом и прочим я обычно ставлю его на 3 и мой звук станет громче после этого делается мы добавляем конечно что правильно наш любимый всеми эквалайзер про эквалайзер можно говорить часами очень долго вот поэтому я попытаюсь все это сделать так чтобы вы примерно поняли поделите эту штуку на три части низкие частоты средние частоты верхние частоты и все нужно понять что у вас с голосом мой голосом по себе по природе высокий у меня нету какого-то тембра дикторского и прочего такой херни поэтому если вы слышите какое-то где-то микрофон настроены где очень хороший тембр вот такие бря хочу также если вы даже сядете за тот же микрофон у вас не будет также звучать голос как у того диктора который в него говорит потому что у всех тембр разный и вам нужно оставить микрофон под себя что вам нужно делать что вообще какие есть стандарты сейчас я просто покажу стандарт уже от этого вы можете плясать и примерно карте координировать себя сначала обычно срезают в районе 100 герц весь ненужный гул который есть у микрофона также если мы посмотрим вальгата здесь тоже уже есть фильтры частот 80 либо 120 вот этому как бы я могу даже это в принципе не делать у меня и так она видите уже как бы подсрезана но опять же я для вас показа допустим в районе то обычно связать там 80 110 120 в этом диапазоне срезается потом работают с высокими частотами обычно поднимает в районе 7 в районе 8 то есть мы делают эти такие вот штуки да то есть опять же в районе 7 8 нужно поднимать по делу я то есть я делаю по разному кто-то берет делает хайкат убирает в районе 10 потом начинает поднимать в районе 8 то есть делают вот такие настой я обычно делаю как то есть все опять же разные всех голос разный я обычно делаю в районе где-то 7 я просто поднимаю на двоечку троечку и делаю вот такую штуку надо за называется high self вот ставлю и поднимаю в районе трех и так вот и оставляю потом в моем голосе присутствуют назальные звуки которые немножко отвратительные они в районе примерно 500 герц поэтому где-то в районе здесь нахожу 500 ну даже можно сказать пища вот так вот это вот здесь просто возьму немножечко опущу вот и потом в районе многие люди в районе примерно 250 вот так вот 250 300 немножко поднимает свой тембр можно немножко поменьше вы сделать вот так поднимают тембр кто-то даже делает бывает вот такую штуку кто-то даже делает вот так и но вы можете опять же услышите меняется звук микрофона то есть можно делать по разному опять же можно нажать допустим вот вы настроили примера вам нравится теперь вы хотите убрать отвратительные звуки их называющие сибилиантами да но это отвратительный звуки то есть допустим какое-то печенье то есть допустим вот у меня в комнате вот моя комната и когда разговариваю есть какой-то например вентилятор либо какой-то предмет который дает отвратительный звук в какой-то чистоте в каком-то диапазоне я например ставлю линию поднимаю максимально делаю тоненькую вот такую поднимаю где-то я просто ее резать тем самым можно убрать какую-то ненужную чистоту из вашего микрофона вот и все то есть примерно вот так вот работает эквалайзер опять же лучше про эквалайзер посмотреть отдельные подробные видео где вам все расскажут я рассказал примерно то что делаю я но вы можете делать по-своему вот после этого допустим мы настроили свой эквалайзер потом что делать правильно dsr заходим по фильтр динамик вам тут тоже все очень просто вам уже просто найти где с буквы с ваша срезается некоторые еще также добавляют на я чтобы еще не попадала в микрофон и буквы с было сжато тут и даже можно ничего не делать обычно просто можно поставить мастер вокал дейсинг и в принципе этой частоты довольно таки хватает чтобы сделать букву то есть вам также можете делать это вручную делать и так вот с с и найти что в этом диапазоне у меня слишком светло сделать прошлого так вот с с и все в сути тут будет сжиматься также можете поставить threshold насколько это будет сжимать так она не сжимается можно сделать вообще с с с с с с с ну короче вы поняли как это работает то есть по сути выбираем область и просто трешхолдом поставим насколько это будет сжиматься вот и все таким образом вы можете сделать так чтобы ваша с была срезана вот теперь давайте это все отключу обратно и верну свои настройки 1 2 3 4 5 вот это уже был так звучат типы принципе мои настройки эквалайзер кстати у меня здесь от эльга то то есть принцип принцип такой же срезал ноточку поднял немножко даже можно здесь 140 сделать 145 срезал 200 немножко подрезал 500 и поднял в районе вот от 2 вот где 2 2 но я поднял видеть получается все там и 2 и 12 и 20 круче все это вот поднял принципе теперь если вы настроите похожим образом но под себя свой звук одеваете наушнички начинаете крутить крутить чтобы вам самим ваш звук понравился опять же голос свой слушать не всегда приятно но нужно через это пройти нужно полюбить себя и полюбить свой голос возможно мой голос кому-то не нравится он не нравится и мне он отвратительный я не знаю как вы вообще смотрите видео но многие бывают на стримах где-то пишут о прикольный голос что-то там типа того вот а я не знаю рофл это или нет вот ну типа мне мой голос например мне нравится но я настолько уже к нему привык потому что я сам себя слышу на стримах постоянно я записываю видео монтирую да их я настолько уже привык своему голосу что я не испытываю к нему никаких дискомфортных чувств теперь допустим вы это наставили небо бесси да то есть вы наставили не фильтр его бесси вы наставили какую-то программу там вейф линк гоукселяр либо там фонар от стилсириес это все вы настроили теперь вам нужно просто добавить ваш микрофон куда правильно в дискорд добавить его не знаю там в telegram добавить его в дискорд чтобы ваш звук везде был обработанный фильтрами и в принципе наслаждаться тем что есть и периодически периодически возможно прослушивать потом свой стрим либо что-то рассказывали там что-то подрезала и просто в течение там недели-двух проанализировать и морковь подкорректировать свои настройки в общем как то так народ меня на этом все не забывайте подписываться на канал приходите на стримы на твиче ну и всем до встречи народ не болейте пока